всем привет дорогие друзья с вами кекс и сегодня я делаю шоколадный крем этот шоколадный крем еще называют трюфельным по принципу работы похоже немного на шоколадный ганаш просто не такой насыщенный и он не будет таким твердым в конце я буду использовать сливки сливки у меня 40 процентов жирности можно использовать 33 я просила отвесить мне полкило но вы видите там чуть чуть больше получается 530 грамм но я думаю эти 30 грамм роли не сыграют сливки я сразу добавляю сахар где-то около 100 грамм это на каждые 100 грамм сливок я кладу одну столовую ложку сахара для того чтобы мой крем в конце был и не очень приторным и не очень сладким так как шоколад у меня будет темный и не сладкий вот такой вот прекрасный шоколад я купила черный 78 процентов шоколада очень вкусный замечательный шоколад очень хорошо в этом креме также добавила сюда еще чуть чуть попроще шоколадом где-то 56 процентов шоколада его сразу видно что они такой шоколада я беру по весу в половину от своих сливок также теперь сливки я добавлю какао одну столовую ложку можно добавить 2 я не знаю как это правильно объяснить но это придаст такую как дымку вкусу когда вы кушаете именно трюфельность такую в креме перемешиваю это и оставляю свои сливки разогреваться до того момента пока со сливок не пойдет пар то есть они у нас не должны вскипеть они должны хорошо разогреться для того чтобы потом растопить шоколад к сожалению камера здесь не передает так как нужно но сливки немножко парует вот они там градусов 70 80 точно уже есть и теперь свои сливки переливаю я в шоколад и шоколад оставляю и не трогаю его минуту-две за это время как раз можно помыть кастрюльку чтобы не нервничать не трогать этот шоколад то есть оставляя свой шоколад теперь спустя минуту я это все хорошенько и быстренько перемешиваю шоколад очень хорошо расходится в сливках прекрасная становится гладкая такая шоколадно пахнущая масса бесподобная аромат по всей кухне минус этого крема только в том что ему нужно хорошо выстояться если у меня есть возможность я его делаю заранее и оставляю его на ночь в холодильнике но минимум ему нужно отстояться около четырех часов вот такая вот красивая масса очень очень гладкая нигде никакого ни одного комочка благодаря тому что у сливки не были не сильно горячими не холодными то есть все хорошо растворилась закрывая пленочкой встык свою эту массу и отправляю остывать опять же скажу лучше всего отправить на ночь после того как наш крем хорошо стабилизировался его можно наполнить кондитерский мешок и сразу допустим украсить что-либо если вам нужно сверху тогда цвет будет более темный насыщенный если вам для начинки в тортик я предлагаю его немножечко под взбить он не очень сильно прям увеличится в объеме может где-то пол раза еще увеличится в объеме но не сильно намного взбивайте так чтобы не перебить и не расслоилась ваша масса